Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сейчас мы с вами ответим на тот вопрос, почему люди, у которых есть проблемы со стилем, стесняются обращаться к стилистам. Давайте начнем еще чуть раньше, с причины номер один. Есть люди, которые имеют проблемы со стилем и даже не знают, что у них такая проблема есть. То есть такое неосознанное незнание. Почему они не знают? Ну потому что никто не сказал, потому что в окружении нет каких-то успешных, хороших примеров. И они смотрят на свое ближайшее окружение, им кажется, ну а что, вот я, допустим, говорю как мужчина, Печка вот так ходит, Васька так ходит, да все нормально, все мужики так ходят, ничего страшного там, да. Или, ну так и надо. Вот. Второе. Даже когда человек осознает, или если осознает, что что-то не так, или ему или ей говорят, да, ну или как-то мягко намекают, что что-то у тебя с внешностью не то, есть часть людей, которая стесняется признавать, что что-то не так. Ну и ладно, ну и пусть, да. Но пойти к кому-то, пойти к специалисту, чтобы сказать, что, знаете, вот что-то я как-то нелепо выгляжу, или мне не нравится то, как я выгляжу, научите меня. Для некоторых людей означает, ну, расписаться, как будто я вот это не знаю, не умею. Ну, на самом деле, вы не обязаны все знать, все уметь. Есть области жизни, в которых вы компетентны больше, есть области жизни, в которых вы меньше компетентны. И наращивать, узнавать что-то новое, ну, тут нет ничего постыдного. Просто наше образование требует от нас, чтобы мы были везде идеальны. Ну, на самом деле, нет. Это такое слишком жесткое, слишком безжалостное требование ко всем людям. Ну, и третья причина, тоже она есть. Есть люди, у которых такая позиция, а я и так лучше всех знаю, это вы дураки, да, зачем я пойду к специалисту, да еще буду деньги платить, я сама или сам в этом разберусь, да. То есть, искаженное, опять же, представление о себе, что я все знаю, все умею. Ну, таким людям сложно помочь, пока они не заметят, не наберут достаточное количество примеров, которых вот эта вот ложная убежденность в себе пошатнут. Вот так.